Привет! Как мы переехали в Финляндию? Мой отец родом в Финляндии, моя мать родом с Россией. Я сама родилась в России. Когда мне было 12 лет, нам прислали приглашение в Финляндию. И отец решил, что хорошо бы ему побыть у себя на родине. Мы приехали тогда с моим отцом, я и моя младшая сестра. Моя мать осталась со старшим братом в России. Тогда мы пошли в школу здесь. Было непривычно. В России ходят с 1 сентября, здесь в начале августа. Хотя не казалось так и трудно, мы не знали финского языка, но быстро научились. В общем, пока мы были в Финляндии, отец собирался забрать мать. На мою мать напал мужчина. Он перебил ей спину. И у нее появился горб. Моя мать с моим братом позже приехали тоже к нам. Мы стали жить с семьей, как и раньше. Ей пришлось здесь лечиться, но горб ей остался на всю жизнь. Это было в России очень трудные времена. Тогда распался Советский Союз. Поэтому мы стали возить гуманитарную помощь за свои деньги в Россию. Ну, возить было сложно. На границе, во-первых, мы все сами оплачивали. Нам никто на это деньги не давал. Потом и на границе были очень длинные очереди. Бывало, что стоим 5, 6, 7 часов. Позже мой брат заболел. У него появился рак в мозгах. И даже когда он был больным, мы все равно ездили и возили гуманитарку. Так как в России, кто жил в России, им было очень трудно. Там с продуктами было трудно, с одеждой, с вещами. Все это мы возили в помощь. Мы возили обычно рядом с границей. А то, что надо было дальше посылать, мы посылали по почте. В те времена бывало такое, что посылки раскрывали, доставали хорошие вещи, а вместо хороших вещей туда положили тряпки. Но все равно что-то доезжало. Позже мой брат умер от рака. А я уже это, выросла, влюбилась, вышла замуж. И у меня родилась дочка. Вот так, такая наша судьба была. А кто из вас был за границей? Как вы вспоминаете время Советского Союза? Было бы интересно послушать. Если вам понравилось, ставьте лайки. Пока-пока.